Представители знака Зодиака Козирог. Здравствуйте, мои надежные, трудолюбивые Козироги. Второй прогноз на октябрь. Финансы, работа, перспективы, новые способы дохода или новые способы заработка. Жизнь наша такова. Много неожиданностей, много каких-то перемен. И кто-то сдает квартиры, кто-то пытается попробовать себя в другой профессии или пытается хотя бы освоить ее, или вспоминает про свое ремесло. Ведь я, ох, умею делать. Лучше всех, может быть, стричь людей. Или мне всегда это нравилось, по крайней мере. Или ремонтирую машины. Или, может быть, что-то выпекаю. Вот это ремесло. Это то, что, может быть, даже без образования, это как ваш талант, как дар. Вы умеете это делать действительно, когда это нравится людям. Или вы хотите приобрести такие навыки. Или вы задумались о новом месте работы, потому что, ну, в прежнем что-то там есть, какие-то шероховатости. Или не устраивают финансы. Или вы просто куда-то переехали, и вы оказались в другой местности. Или планируете этот переезд. И тоже нужно, словно, какую-то профессию иметь. Или вот тот навык. С навыком как раз мы быстрее находим работу. И без куска хлеба, с маслом даже, мы не останемся. Это, правда, великое дело. Особенно во времена, когда перемены какие-то начинаются. Ну, у каждого своя составляющая. Так вот, этот второй расклад, он будет как раз действенен для тех, я, по крайней мере, на это надеюсь, для тех людей, которые пытаются найти новые способы заработка или новую работу. Уже имеют как бы и опыт, может быть, профессионализм. Но ситуация так вынуждает. Для тех, у кого сейчас все хорошо, все распланировано, все идет по накатанной какой-то колее, и все понятно. Может быть, и не подойдет этот расклад, потому что, как бы, тема такая, новые источники дохода уже подразумевает. Но, в любом случае, мы с вами сделаем сигнификацию. С кем или какой случай, может быть, будут описывать карты. Итак, что сейчас? Вот как видят карты? Кому подойдет? Туз Мечей. Знаете, это выход из лабиринта, я называю эту карту, потому что лучше не скажешь, это наше какое-то должно быть решение, однозначно принято, потому что либо запутанная ситуация, либо мне уже просто надоело. Какая-то многозадачная ситуация с многими неизвестными словно уравнениями, словно уравнениями, которые невозможно решить, и тоже нужно принимать как решение и действовать. Вот как будто так. Давайте, что еще? Но это, безусловно, ваше волевое решение имеется. Хотя по деньгам, что сейчас? Деньги как будто получили. У кого-то из вас получил сейчас деньги, рассчитался, может быть, по прежнему месту работы, и вот уже, может быть, там через неделю, через несколько дней готов приступить к новым обязанностям. Но деньги на сегодняшний день как будто есть. Или вы знаете с учетом туза мечей, где я могу заработать деньги. Или для кого-то из вас сложная ситуация с деньгами вынуждает принимать важные решения и перестраивать самого себя. Вы ищете выход из какого-то финансового лабиринта, чтобы не зависеть, может быть, от кого-то. Или в организации вашей произошли перемены, либо организация как-то реструктурируется, или компаньоны вот той организации, где вы работаете, тоже, может быть, такое вот бывает, когда рвут связи, или, может быть, какие-то перемены произошли в связи с внешними событиями, и перемены оказывают влияние и на организацию, и в конечном итоге на вас тоже. Ну, наверное, тысяча каких-то вариантов, может быть, когда именно по деньгам я хочу чего-то более стабильного, без какой-то путаницы, может быть, и так. Что еще нам расскажут, мои дорогие? Козероги, нам показывают человека, который доволен своим доходом. Вот интересно. Вот какая ситуация? Десятка пентаклей. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с семьей, кстати, или вопросы, связанные с недвижимостью. Я хочу поменять жилье, я хочу переехать, я хочу более улучшенной комфортности жилье, и для этого мне нужны деньги. Мне, может быть, мало одной работы, мне нужно еще дополнительно. Вообще эти карты показывают, что деньги у вас есть. Или вы знаете, как их заработать, или вы готовы работать достаточно много для того, чтобы осуществить какую-то свою мечту. Вот у кого-то может быть мечта, цель, намерение, а у кого-то запутанная ситуация. Наверное, разные люди приходят на канал, у каждого своя составляющая, именно финансовая. Но деньги как будто есть, как будто вы знаете, как нужно заработать деньги. Окей, давайте мы с вами посмотрим, так что же по работе, что нам расскажут карты, что есть ваша работа. Ну вот, пожалуйста. Вообще, мои дорогие козероги, нечего смотреть, по сути дела. Все карты лучшие на финансы нам выпали. И по этой карте первое место работы, может быть, оно и основное. Но если мы говорим «новые источники дохода», то здесь-то нам как раз показан больше ремесленник или в позиции тот человек, который сам на себя работает. Это напрямую хозяин ресторана. Вот та карта. Нам ее освещает. Вот эту степень доходности. И хоть у нас девятка кубков идет, но кубки тут не про любовь. Тут в другой колоде есть карта, я ее называю «карта эгоиста». Это когда мы довольны тем, что у нас все получается, складывается таким образом, как мы этого хотим. В принципе, может быть, и есть шероховатости, но основная канва, она вас устраивает. И здесь человек, который контролирует, сам организует процесс, когда он распределяет свои финансы, когда он кубок буквально поднимает за здравие свое, и, наверное, посетители, которые к нему приходят. У него все под контролем, правда? И, может быть, у вас основное место работы, как ваше предпринимательство, или то ремесло, которым вы заняты, или ваша какая-то работа, которая тоже вам приносит доход. Здесь человек, который, в принципе, знает, что он делает, и он основной конвой доволен, по крайней мере, финансами. Или финансы вы точно получили. Ладно, давайте мы посмотрим вот на первую, тем не менее, ситуацию. Или основной ваш доход. Каковы перспективы? Зададим немножко по-другому вопросы. Какое-то важное решение. Или какой-то ваш инсайт, что-то вы хотите осуществить, или хотите изменить. Или пришла какая-то новость, которая вынуждает вас как-то реструктурировать, может быть, ваш бизнес. Или вам самим перестроиться. Или какие-то по законодательству, может быть, нюансы. И тоже нужно что-то решать. Как будто либо трансформировать во что-то, либо... Ну, переделать все равно, как будто придется. С открывшимися новыми событиями, новостями, информацией. То есть действия какие-то от нас потребуются. Давайте мы узнаем, как карты видят эту ситуацию. Из-за которой, вот, наверное, либо новости, либо решения, либо каких-то обстоятельств, мы словно уходим в какую-то оборону. Мы сдерживаем себя от каких-то поспешных действий, или сама обстановка нас вынуждает где-то, словно, закрыться. Или у нас сейчас такая ситуация, что то, что прежде приносило, или вот еще пока приносит, нам ведь на сейчас, мы на октябрь смотрим, еще доход. В дальнейшем, как будто я должен закрыть, может быть, этот вид бизнеса, или я должен на что-то другое переключиться, потому что есть какие-то обстоятельства, либо новости в вашей жизни, когда я либо уехать куда-то должен. Иногда эта карта, знаете, местность обрисует, обрисовывает точнее, где мы находимся словно в отдалении, в обособленном каком-то состоянии, мы находимся. И здесь может быть, что прежде это была работа в компании, или даже если мы берем сферу IT, кстати, с учетом туза мечей. А теперь я буду именно удаленно работать самостоятельно. Вот удаленная работа может проиграться. И в каком? А до этого я работала, допустим, в команде, там ведь тоже по-разному. Вот после команды, как будет этот процесс, вы можете тоже смотреть. Так вот, какой прогресс, или как будут дальше развиваться события? Ну, наверное, да. Либо переезд какой-то, либо вынужденный, либо, может быть, как-то ситуация меняется по-вашему, либо бизнесу, либо место работы, либо по вашей занятости, когда я уже вынужден смотреть на новые берега, уже человек повернулся словно к прошлому спиной. И это шикарная, кстати, карта, когда у нас все под контролем. Это карта не просто прогресса, а такого вау-прогресса, когда то, что мы задумали, у нас это осуществится. Но карта не говорит, что мы прямо сейчас место в карьер в октябре. Человек как будто в ожидании, он должен все просчитать, он не должен с чем-то ошибиться, чтобы допустить какой-то ляпсус, не имеет права на ошибку. Вот иными словами, как-то так. Что еще? Может быть, есть какие-то новые составляющие вашего дела работы, которые нам нужно учиться чему-то. Для кого-то из вас вопросы, что почему я ушел как будто, да, в отдалении, или работа как фриланс, или удаленная работа. Может быть, это связано с детьми. Может быть, нужно смотреть за ребенком, или я хочу быть больше дома. Может быть, дети, школьники, я должен контролировать, или должна. Тут у каждого по-своему. Но это еще карта приятных эмоций и того, что мы готовы где-то узнавать новое. Или где-то приспосабливаться к новым условиям. Но это всегда карта радости и вдохновения. Это приятные какие-то новости, как в дальнейшем еще будет развиваться событие. Еще какой-то будет, это не последние новости, будет событие, от которого, возможно, может быть, вы его уже ждете. Оно нас словно вынуждает быстро собраться, куда-то поехать, или какой-то вопрос в спешном порядке решить. Чего-то мы не можем отложить на потом. Может быть, вы уже ожидаете вот какого-то события. Или какой-то заключительный аккорд по вашему резюме, или по тому вопросу, который вы уже развивали предыдущее время, может быть, предыдущие месяцы. Куда-то писали, обращались. Как-то вы себе уже траекторию продумывали. И сейчас вы просто в ожидании, когда самому себе сказать пора. И эта пора приходит, правда. И что за этим последует? Ну, действительно, поездка, переезд, уход, смена компании, смена организации, когда вы уже как будто обратите внимание спиной. Повернулись, да? Вот нам показывают. И вот еще. Человек уже сделал решение, принял. Вот этот туз мечей. Я уже теперь вот как и ноу-хаус знаю, так и знаю свои действия. Но между этими двумя картами есть какие-то еще и приятные события, может быть, и вопросы семьи детей, которые вы должны решить. И вот, наконец, действительно приходит окончательная новость или ваше решение. И вот она сама по себе, как поездка или уход, или наш какой-то старт, трамплин в будущее. Хорошо? В дальнейшем каковы перспективы? Финансовые. Мы будем, словно, отстраивать новую свою историю финансовую. Мы вынуждены будем чему-то учиться. Может быть, в новых условиях, в новые условия работы. Может быть, новая компания какие-то задачи поставит, когда мы не совсем специалисты, придется что-то осваивать. Или как какие-то курсы, может быть. Ну, тут по-разному. Навыки нам как будто нужно приобретать. Но эта карта уже говорит нам, я ее называю, марафонский забег. Это когда мы свой успех, знаете, вот так вот строим кирпичик за кирпичиком. Нет здесь какого-то такого вау-успеха. Но это то, что на десятилетия и нам будет по нарастающей в какой-то геометрической прогрессии постепенно приносить и увеличивать, главное, доход. Вот, давайте мы спросим. Давайте так, совет от карт. Вот как вот по первому варианту, чтобы нам посоветовали карты. Потому что я вижу, что тут все успешно. Нам говорят, приведи мысли в порядок и вообще смотри на эту ситуацию. Ну, где-то так хладнокровно, рационально. А для кого-то это может означать буквально отдохни. Для кого-то, если я сказала, что из-за детей вас, может быть, вынуждают обстоятельства жизни работать удаленно. И как раз по этой карте у вас будет такая возможность, как удаленно работать. Может быть, для кого-то из вас это пауза для того, чтобы сделать перезагрузку. Ну, условную перезагрузку у кого-то и отдохнуть. Может быть, так. Или куда-то отправиться и на новой местности иметь возможность. Ну, пока ты обустроишься, пока ты, наверное, отладишь какие-то системы, функции настроишь. Ну, у каждого что-то по-своему. Но четверка мечей, эта карта говорит нам о том, что, ну, я хожу по кругу. С одной стороны, четверка – это всегда элемент стабильности. То есть, какая-то ситуация, она у вас прогнозируема стабильно. Но сказать, что деньги, вот именно на деньги перспективы, ну, какая-то пауза, может быть, и будет. Это если мы говорим про октябрь. Хотя у кого-то это будет просто связано с тем, что я должен обрести либо новые навыки, либо адаптироваться к какой-то ситуации. Хорошо, давайте мы узнаем новые способы дохода все-таки, да? Ну, тут тоже есть ожидание определенное. По семерке пентаклей, и это дерево. На дереве растут деньги, буквально пентакли. И есть цикличность. Мы не можем ускорить созревание процесса. Поэтому есть пауза, на которую мы тоже не влияем. И мы должны добраться терпения, как будто так. А как дальше? Либо у нас есть деньги, либо нам кто-то приходит на помощь и где-то дополняет карту, пусть в другой позиции, пажа пентаклей. Это тоже наш прогресс, но прогресс медленный. Это тоже карта предусматривает, что может быть мы куда-то поедем, или мы будем к чему-то, с одной стороны, адаптироваться, исходя из внешних условий или обстоятельств. С другой стороны, учиться, но это не пропадет даром, потому что постепенный прогресс в деньгах. Не говорят, что сразу много. Вот у вас все деньги, собственно, выпали в самом начале. Но что первый вариант, что второй вариант. Медленный прогресс как будто обеспечен. Чем бы мы тут ни занимались. Если вы что-то правильно рассчитываете, мы можем оказаться в состоянии выбора или работа на двух профессиях, или работа, может быть, если мы говорим фриланс, это может быть два человека, две структуры, две организации, которыми вы, может быть, пишете статьи основные, или вы выполняете работу. И здесь что угодно. Может быть, и сфера IT какой-то. Будет один проект, и второй проект. Или еще какой-то любой другой фриланс. Или для кого-то из вас, как два сайта, или, может быть, сайт и интернет-магазин. Вот что-то есть, как будто две составляющих все равно. И вы, мои дорогие козероги, что-то просчитываете, чтобы не было какого-то риска. Вот есть такой момент. Поэтому готовы либо на двух работах работать, либо в двух направлениях, либо пытаться. Я работаю здесь, и я как будто начинаю что-то. Это не бросаю первое, но и второе словно добавляю. Отстраиваю структуру второго, и пока еще продолжаю в чем-то в первом. Ну вот как будто так. Двойственность все-таки есть. Ну и карта говорит, что рано или поздно мы все равно окажемся перед выбором. Но знаете, что я хочу сказать? Смотрите, два рыцаря. Продвижение точно будет. Не очень может быть и быстрое, но вам будет это приносить, знаете, как удовлетворение, вдохновение. Вам будет нравиться этим заниматься. Есть все равно прогресс определенный. Хотя быстрых каких-то скорых денег он не предусматривает, мои дорогие. Давайте мы зададим вопрос, а что по финансам в процессе? То с Пентакли вы останетесь довольны. Здесь могут быть еще какие-то дополнительные предложения, или что-то вы для себя увидите ценно и сможете применить. Но карта нам ответила на вопрос, что прогресс в деньгах будет, и перспективы второго источника дохода. Они определенно есть. Но могу добавить, что мы должны будем быть внимательны к новостям, к каким-то событиям. Мы должны будем словно во втором варианте постоянно отслеживать, что происходит вокруг, какую-то обстановку. И, видимо, она как-то будет увязана с тем, чем вы занимаетесь или планируете заняться. Внешняя среда словно будет влиять на ход ваших дел. Но чаще всего это как раз и есть прогресс. Это как раз мы получаем то, что мы хотим. Можно сказать, то с Пентакли иногда как счастливый билет. Вот у кого-то и так может проиграться. Давайте мы узнаем тогда. Подведем какой-то итог. Как бы есть варианты и по-первыхому. Тут вообще как бы нам нарисовали ситуацию достаточно стабильную. Совет от карт. Вот что нам они подскажут для вас, Козероги? Это карта прошлого. Вы знаете, может быть, это как подсказка. Люди из прошлого. Либо это наши хорошие знакомые, друзья, родственники, которые нас приглашают, может быть, в бизнес или какое-то дело. И вас приглашают участвовать в этом. И карта, если мы говорим подсказка, то тут как раз нам об искренних отношениях и о том, что это где-то перспективно. Хоть это и карта прошлого, с одной стороны. Вот почему я говорю, то есть как будто вам это знакомо. Либо люди знакомы. Знаете, не то, что мы ломаем то, что у нас уже наработано. Или вашу экспертность, ваш профессионализм. Словно вот к тому, что вы умеете делать хорошо. Нужно добавить ещё что-то с новым качеством. Или основываясь на ваших каких-то профессиональных данных, или то на ваших знаниях, на возможностях ваших. Как будто их развить. И понятно, может быть, добавить элемент всё равно новизны. Вот этот момент. И если мы говорим совсем вот с нуля что-то начать с учётом этой карты, то, наверное, это будет более длительный какой-то процесс. А если мы к нашему планируемому труду или к новому доходу, вы за основу его положите какие-то свои опыт, знания, практику, то тогда вы получите больший эффект. Вот подумайте, мои дорогие козероги, первый, второй вариант. Где больше вот этот элемент, когда вам что-то уже знакомо проигрывается? Вот как будто следует этому отдать предпочтение. Но я повторюсь, у вас очень позитивный, в принципе, расклад. Хотя, казалось бы, началось туза мечей, выход из лабиринта. Может быть, обстановка вас вынуждает принять какое-то одно решение. Может быть, поступили вам какие-то предложения, и вы обдумываете. Поэтому искренне надеюсь, что этот расклад, как альтернативный вариант развития событий, если вы переложите на свою историю, будет вам чем-то полезным. Перекладывайте на себя, и будьте счастливы и любимы всегда. Прогресс как раз в финансах есть, по крайней мере, на октябрь. Чем козерог не занимайся, деньги будут. Другой разговор, тут больше именно на будущее как будто нужно что-то решить. А в октябре с деньгами порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова